Смоленская атомная станция Где они обмениваются своим творчеством Пишут песни, стихи Поют бардовские авторские песни И со мной вместе была руководитель нашего Тогда в то время нашего фестиваля Коваль Наталья Петровна И мы с ней в общем-то подумали и решили А почему бы нам не, извините, замахнуться И в 1996 году возник вот этот творческий коллектив Который клуб тогда назывался «Окно» Куда мы пригласили бардов, исполнителей бардовских песен К нам потом подтянулись художники Потом Наталья Петровна, к сожалению, уехала Вместо нее руководить стала Гулинская Ольга А сейчас руководить этим коллективом Лариса Орлова А я была, как участница, да, я исполняла Авторские бардовские песни Но сейчас, к сожалению, времени нет А хотелось бы Ну, во-первых, не только для меня А для всех нас Это мы объединяемся, мы встречаемся Они делятся своим творчеством Это песнями, стихами Объединяются А творчество – это что? О том, что сейчас нас волнует И вот этим они делятся Они обсуждают свои, так сказать, планы И все остальное Конечно же, в первую очередь Общение А общение для творческого человека Это одно из главных критериев Обнимает город ночь Зажигает звезды свет От себя гоню я прочь Твой знакомый силуэт Убежит от гроз авто Я уеду в никуда Только знаю все не то Только знаю все не так Родилась я в Целенограде Ныне Нур-Султан Приехала сюда вместе с родителями В 98-м году Писать начала давно Еще в школьные годы Мы с папой делали домашние стенгазеты Потом пошли школьные стенгазеты Студенческие Потом как-то все это прекратилось Семья, дети Работа не до этого была И вот 25-м год назад Снова пришла муза Я снова пишу Окно – это моя вторая семья Прежде всего там друзья Это моя отдушина Там люди, которые меня понимают Любят, ценят Мне с ними интересно Мы на одном дыхании На одной волне Я очень люблю их всех Они замечательные Они талантливые Учусь у них многому И это здорово Они всегда щедро делятся со мной Что-то не так Где-то что-то надо подработать Подрабатываем Вот таким образом Очень люблю встречаться с ними Дружим Разговор с Луной Луна на небосвебе появилась И завела со мной разговор Что нового с тобой приключилось Я с жизнью заключила договор Я вижу все и чувствую иначе От этого мне стало ярче Мир полон красоты, любви Я вновь могу любимой быть Ну что ж, Луна в ответ сказала Я рада за тебя Все это лишь начало Твой путь я освещу звездою И буду рядышком с тобою Жизнь скоротка И убери сомнения Живи, любима будь И радуйся мгновением Вот так сказала И за облака ушла А я осталась, улыбаясь у окна Да, мир огромен и прекрасен И труд мой вовсе не напрасен Порой мы не замечаем Все то, о чем мы так мечтаем Вы с радостью встречаете свой рассвет Спешите жить, любить, прощать Увидеть, изменить, познать Вам жизнь дана нам много лет Вот такое стихотворение получилось Я родилась в маленьком Принциальном городишке Спасдиминске, Калужской области Сюда приехала в 1988 году И как раз по этому поводу У меня есть маленькое стихотворение Мой город, здесь я прижилась Так светило чист предо мною Уеду я вдаль, не таясь Душою и сердцем с тобою До боли родные места Мне память мою освежают Озера, густые леса Тебя сотни лет окружают Пусть мал этот город, но смел Рожден он на древних порогах Мой край закалиться сумел Мужал на военных дорогах Здесь люди открыты, просты Чисты, как в воде отражения Здесь все так сердечно добры Пишу, не скрывая волнения Мой город, дарюсь все цветы И хочется песен рождения С красивой строкой стихи Тебе посвящать без сомнения Мой город для меня это все А еще для меня это все Это вся моя жизнь Это наш клуб авторской песни Поэзия «Окно» Это моя семья Этим осенним днем 25 лет назад Был и создан наш клуб «Окно» Основателем и руководителем Нашего клуба стала Наталья Коваль Это, конечно, наши все детственногорцы Должны ее знать по авторским песням Она ведь в нашем городе была автор-исполнитель Сейчас она живет в другом месте Но мы всегда ее вспоминаем Только с теплотой Затем поэтическое творчество Наверное, взяла на себя Ольга Гулинская И стала руководителем нашего окна Она известна нам как Профессиональный корреспондент Замечательная и интересная ведущая Наших всех музыкальных и литературных вечеров И Она писала нам красивые сценарии И так у нас появился Свой зритель Это очень здорово Что наши детственногорцы Уже нас любят слушать И приходят все к нам на наши концерты Я хочу сказать, что клуб авторской песни Состоит из людей разного возраста Это люди разных профессий Разного физического состояния здоровья Это прежде всего люди Яркой индивидуальностью Разного творческого потенциала Которые пишут стихи О патриотизме О любви к своей родине К малой родине О любви к матери И, конечно, много-много стихов Посвящено временам года Много стихов посвящено Первостроителям нашего города Нашего замечательного города И, конечно, у нас много пишется стихов Посвященных нашей малой родине Вот сейчас я хотела вам исполнить Авторскую песню Которую тоже уже все знают в городе, я думаю Пирог с малинкой Во дворе береза белая Пахнет яблоневый цвет И рябиной ветвь неспелая И черемухи букет И совсем не злой, но смелый Воет ветер за окном По весеннему согретой Постучится тихо в дом По весеннему согретой Постучится тихо в дом Вот и снова мне в дорогу Грусть тревогу затая Вновь с надеждой у порога Будет мама ждать меня Я хочу сказать, что наши поэты Пишут очень интересные стихи Которые даже легко ложатся на музыку У меня есть очень много песен На слова наших уже именитых, я считаю Десногорских поэтов На слова Татьяны Хатиной, Натальи Коваль Михаила Черного Валентина Чернова И мы все, конечно, их вспоминаем С душевной теплотой И сегодня я хочу пожелать Нашим поэтам Нашим десногорцам Конечно, прежде всего здоровья И оставаться такими яркими, интересными Будьте любящими и любимыми Почитаемыми и уважаемыми близкими вашими И, конечно, всего вам доброго И большого творческого потенциала Я хочу сказать, что клуб авторской песни Поэзия «Окно» для меня, прежде всего Это моя семья С которой я иду по жизни уже более 20 лет И, конечно же, со мной всегда гитара Это неотъемлемая часть моей жизни И поэтому «Окно» Это же вообще клуб, прежде всего Что это такое? Клуб – это общение Это общение по интересам Поэтому в нашем клубе люди разные Разных интересов И поэтому мне с ними очень комфортно и легко Пегас К нам Пегас заглянул в окно Вместе с ним прилетела муза На душе стало так светло Всем от творческого союза Собирается круг друзей Полюбивших рифтму и слово Жизнь становится веселей От того, что мы вместе снова Вот уводят поэзии нас На волнах в бесконечной дали И надежда И надежда вселяют сейчас Размышления и печали Жизнь течет бесконечной рекой Оставляю в памяти вехи Так забудь же, поэт, покой Про свои былые успехи Если можешь творить – твори Твой корабль Ведь не знает суши Как зимой поют снегири Раскрывай пред людьми свою душу К нам Пегас Заглянул в окно Вместе с ним прилетела муза На душе стало так тепло Всем от творческого союза Этот коллектив я пришел Когда возглавлял его В Иринской Оле Сейчас Лариса Орлова Я очень доволен, что у нас собирается Хорошая, дружеская, теплая компания Которая всегда работает над словом Я родилась в городе Владимире Жила почти по всему Советскому Союзу Так как родители военные были А сюда попала я с мужем в 91-м году В 98-м году Наталья Коваль и Таня Хатина Авторы и исполнители своих песен Пригласили меня в группу окно Мне эта группа очень многое дала Она научила меня чувствовать сцену Чувствовать зрителя А еще просто общаться с людьми По-доброму, по-хорошему Я отношусь к группе людей С ограниченными возможностями И как меня научили девочки Хатина Чувствовать свои стихи Как Наталья Коваль научила меня петь С этими песнями, ихими Я была на многих конкурсах На международных И занимала первые места Становилась лауреатами И дипломантами первых мест Окно Это огромное средство общения Так как люди с ограниченными возможностями Редко могут выйти на улицу Куда-то вообще пойти То в окно приходишь Общаться с людьми Слушать песни Слушать стихи Самое что-то исполнить Ну это в основном Это общение, конечно же Ты в нежности моей Купай с верей Что нам с судьбой даровано любить Расстались мы и горькую потерю Я не могу дочурке объяснить Дочка моя Родной колосок Как родничок Твой звучит голосок И как не хватает Улыбки твоей Дочка моя Расти поскорей Я приехала из Казахстана Но родилась я на крайнем севере Ямала-Ненецкий автономный округ В поселке Пангады Приехала из Казахстана в 2001 году И в 2001 году я стала Участвовать в авторской песне В клубе авторской песни «Окно» Под руководством Натальи Коваль Ей очень благодарна Что она меня взяла В этот прекрасный коллектив Мы ездили с концертами выступать С Лариса Геннадьевна Орлова И с другими участниками Ну вот мы пели песню Хорошие девчата Заветные подруги Приветливые лица Оконки веселых глаз И мы затянем песню Как все скворцы в округе Голосами своими Поддерживают нас Для меня окно это Общение Это дружеская обстановка Интересные положительные эмоции Добрые люди Семья Одним словом Окно Это семья большая Дружная семья Родилась в Белоруссии В России живу с 13 лет Стихи пишу давно И первое мое стихотворение Было напечатано В газете «Рословская правда» Когда мне было 14 лет Вот такая подробность Какая-то творческая Люблю писать о природе Философствовать люблю Люблю наш город Я люблю наше окно Потому что оно мне дает очень много В прямом смысле Открыло мир Это окно в мир моего творчества Потому что писала много С детства Как заточение Где-то там чуть-чуть печаталось Но не это главное Окно Это ведь люди рядом Глаза в глаза И когда к нам приходят зрители Не нужно никаких Великих Больших Отдаленных Каких-то там Гастролей Хотя мы ездили На поездки Поездки у нас были Прекрасные Творческие И в Смоленске И в Ельню И в Ершичи С нами дружат поэты Рословские Я пишу много О нашем городе И пафосные стихи И лирические И всякие Но я хочу Сегодня еще не звучали Стихи о городе Я расскажу Я расскажу тебе Мой город Как моему ты Сердцу дорог Как вместе Мы с тобой Изрослели Как мы Одной мечтой Горели Мой город Люблю Когда десна Волною Бьет берег Ласково Прибоем А луч Закатный Рассветный Тебе приносит Тихий свет Свой Мой город Люблю Засыпает Листопадом Ну еще Маленькое Такое Лирическое Сихотворение Последний Завеет Я родилась В городе Смоленске В Десногорск Я приехала С родителями В 77 Году Они приехали На строительство Атомной станции В окно Я попала С самого начала Меня пригласила Наталья Петровна Коваль Руководитель Она подошла Ко мне И спросила Наташа А ты не хочешь У нас петь Потому что У нее изначально Была Скажем так Хоровая группа И вот мы Пели Вот эти вот Песни И у нее Помимо Песен под гитару Вот как поет Лариса Были песни На которые Она сама Писала Аранжировки Делала аранжировки И писала Минусовки И вот эти Минусовки Достались все мне То есть Эти песни Я исполняла Я с этими Песнями Бывала на Конкурсах Занимала Призовые места Это называется Куда ты Туда и я Куда ты Туда и я Мы Неразделимые Так обычно Говорят Тешатся Любимые В жилах Кровь Рекой Бурлит Любовь Вечной Кажется И душку Среди Зимы Вновь Весна Завяжется В жилах Кровь Рекой Бурлит Любовь Вечной Кажется И в душе Помимо песен Я сама пишу Стихи У меня есть Песня Написана На мои Стихи В соавторстве С Лилией Виноградовой Написанная На музыку Дмитрия Маликова Вот она Она прозвучала В июле В июле Месяце Был Фестиваль Жара В Москве Вот там Она прозвучала Ну а Свои стихи В принципе Я пишу И о любви Пишу И о природе Пишу Вот в последнее время Что-то у меня Получаются Философские Стихи Вот одно из них Я и хочу Сейчас вам Прочитать Не смотри На пророчества И не слушай Советы Делай все Так как хочется И как видишь Один ты Не терзайся Сомнением Не играй Чужой роли Ранит вновь Чье-то мнение Это мнение Не боли Не впускай В душу темное Хоть душа На распашку Сохрани В чистоте ее Пусть по телу Мурашки Лишь от счастья Проносятся Долгожданного Выстраданного И коль мысль В строку Просится Не держи Отпусти ее Пусть она Птицей белую Над вселенной Взметнется И своей рифмой Смелую Чьего-то Сердце Коснется Родилась я На Кавказе Об этом у меня Есть строчки Я их в своей Передаче Читала В Десногорск Мы попали Из Смоленска В силу жизненных Отсоятельств Из моего супруга Перевели Десногорск На должность Начальника управления Гражданской обороны Вот так я попала В Десногорск Свои стихи Печатала В газете Авоська Наталья Коваль Тогда руководила Клубом Окно И пригласила Меня почитать Свои стихи На соседаниях Клуба Вот так я попала В окно И не жалею Об этом Ни грамотно Потому что Это встречи Это Где люди делятся Своими впечатлениями Своими новыми стихами Своими жизненными Какими-то Событиями Интересно И спасибо тем Кто этот клуб Организовал И почему он действует До сих пор Потому что Всем это нравится Сегодня На тему Именно сегодняшнего дня Я и прочту Стихи Это всего лишь По четыре строчки Болезни лечат Доктора И больше ничего Лечить мне кажется Пора Больного Самого Ну и в эту же тему Если взять Все ваши жалобы Не стоят беспокойства Твердят Емелья Мудрые врачи Ведь ваш недуг Совсем другого Свойства А долгого Лежания на печи Ну и как бы В заключении Своего Маленького Воступления Скажу вот что Это Всем И каждому Жизнь и свет Многолек И ярок Так же вижу И будь здоров И не жди от нее Доров Жизнь сама по себе Подарок Окно Это Куда хочется Идти Потому что Там Находится Каждый раз Приходят туда На заседание клуба На творческие вечера Люди Которые в творчестве Видят Не только себя Но и всех своих друзей И всем вместе Нам просто там Интересно Что можно еще Добавить А хотелось бы пожелать Всем Членам этого клуба Всем участникам Наших творческих вечеров Доровья Прежде всего Я только что И читала эти стихи Я имела ввиду Сегодняшний день Который всех Озадачил Озаботил И как видите Мы все равно Находим место Встретиться Почитать свои стихи И спеть песни Спасибо Я родилась В далеком Солнечном Узбекистане Город Сырдарья Сюда В Россию Меня привезли родители После землетрясения В городе Ташкенте Ну а в Десногорск Я попала уже Меня сюда привез Первый муж С ребенком на руках Это было Как раз осенью В октябре В 85-м году Про клуб окно Я узнала Только совсем недавно Хотя стихи Начала писать Еще с юности В самой первой строчке Она стояла Горделиво Против бурьи и грозы На ее щеках Румяных Не увидишь Ты слезы И бросая Вызов морю Непреклонная Стоит А в ее глазах Зеленых Торжества Огонь горит Родители Меня поддержали Я дальше Их стала Писать Но меня нигде Пока не публиковали А вот Когда приехала В Десногорск И начала работать В школе номер 4 Мне посоветовали Сходя в редакцию Десногорские новости Когда я туда пришла Меня там принял Редактор Лялин К сожалению Не помню его имени Отчество Очень жаль Мы с ним тогда поговорили Мои первые стихи Тогда были в газете Опубликованы Ну потом Перестройка Я нигде не стала Потом публиковаться Много чего Писала Но хранила Только у себя И вот недавно Буквально в прошлом году Поговорила С Наташей Дунаевой Она мне и говорит Ну ты же пишешь стихи Пойдем У нас есть клуб Окно Там будешь их читать Познакомишься с остальными Я говорю Как клуб окно Ну и она говорит Что уже давно Клуб существует А я об этом узнала Только совсем недавно И когда я пришла Меня встретили радушно Очень тепло Свои стихи стала читать Всем понравилось Отправляла на конкурс Потом В Москву Дважды стала За это время номинантом В одном конкурсе Русь моя Посвященная Есенину Ну а второй конкурс Будет в следующем году В марте Посвященный Поэт года Я конечно Очень рада Что мои стихи Там были приняты Оценены комиссией Напечатаны В альманахе Очень давно Пыталась написать Про город Десногорск Никак не получалось Ну вот в этом году У меня родились Вот такие строки Меня ты Меня ты встретил Кожьим окном Процветаешь Растут дома Из года в год В твоих стенах Растут таланты И мирный атом Свет дает Для меня окно Это Возможность Общения с людьми Новая семья Узнавать Узнавать Что-то новое Для себя Слышать других Главное Общение Теплота Душевность Я счастлива Что Наташа Меня туда привела Я ей Очень благодарна За это Самое главное Пожелание Чтобы наша Дружба Всегда крепла Росла Чтобы новое Творчество Было у нас Чтобы люди Слышали наши Стихи Мир Спасает Жизнь Родился я В Белоруссии Сюда Приехал Ну подсказали Мне что здесь Есть такой город Молодежный Что здесь Стройка Комсомольская И собственно Вот я сюда и попал После института В окне С 2011 года И как бы Самое яркое Опечатление Первое было Это от выступления Людмилы Дроздовой Я бы даже Сейчас хотел Прочитать ее Стихотворение Вот у меня Книжка есть У нее Очень лиричное Стихотворение Летний дождик Ласковый И теплый Пошептавшись С молодой Листвой Начал Брызгать Струйками На стекла Солнечный Вихрастый Озорной Туча покружила И умчалась И совсем уж Стала не видна И цветами Радуги смеялась Вымытая Рожица Окна Вот такое Замечательное Легкое Небольшое Стихотворение А еще Хотел бы я Вспомнить Наших Замечательных Тоже Ветеранов Которые Сейчас просто Не могут быть Или по болезни Или Просто по их Отсутствию Это Владимир Басыня Замечательный Автор Он сейчас По-моему Автор Четырех Или пяти Книг В том числе И поэтических И И проза Потом Рано ушедший От нас Виктор Карпицкий Это был Наш первый Участковый Вот Но особенно Мне хотелось Отметить Наталью Калач Это Человек С ограниченными Физическими Возможностями Но с Неограниченной Духовной силой Я бы хотел Прочитать Ее одно Стихотворение Молчи Мне говорят Что существует Счастье Не знаю я Как выглядит оно В судьбе моей Пока не приняло Участие Скажите Сколько ждать Еще И в этой жизни Все обычно Похожи Друг на друга Дни И даже Начинаются Привычно С восхода Утренней Зари Уже нет Силы Восхищаться Рассказом О простой Любви И мне Трудней Трудней Смириться Приказывать Чаепитие Я в Кировской Области И я из Ростовской Области Решил Перевозироваться Сюда Так я Приехал Сюда В 85 Году Но Что мне удалось Здесь сделать Во-первых Водил поезда Все что привезено Здесь В город И на атомную станцию Привезено Нами Железнодорожниками А Вообще Если говорить Конкретно Что сделать Для атомной станции Когда пришел Теплаус На атомную станцию Меня пригласили В качестве Машиниста Подавать Ядерное топливо Для загрузки Третьего Энергоблока Год я Этой профессией Занимался Но Совмещая ее Со своей основной Работой Железнодорожного Цеха Вот Считаю Что Самое большое Что мне удалось Все-таки сделать Это Работать Там Где было интересно Среди хороших людей Среди Активных Таких людей Мы Умели И работать И веселиться Я отлично помню Наши Десногорские Все Демонстрации Где мы Потом Объединялись Курошки В определенные И Веселились Хорошо проводили время Из каждого окна В городе Десногорске Слышалась музыка Играли Магнитофоны К сожалению Сейчас тишина Но она меня не очень радует А вообще Чтобы Как-то развиваться Я Нашел Это прекрасное Поэтическое Образование Нашего города Окно Это окно Собирает людей Творческих Умеющих Работать Со словом Поэтически Одаренных Мне так Приглянулось Это все И я Прилип К этому Окошечку Вот что Удалось Мне Но вообще Радуюсь Жизни Вырастил Троих дочерей Две внучки Вот такая Биографическая Справка Если говорить О своей жизни Подробнее Она Не уложится В Войну И мир По объему Скажите А вы в окно С какого года? Ну Лет уже Около Десяти Жителям города Я хочу пожелать Чтобы они Больше Работали Со словом Русская речь Русское слово Позволяет Очень емко Выразить То, что Лежит на душе На сердце Чкаловская область Там газета Вала Комсомольская И я написал Тогда свои первые стихи Опубликованные Звучат они так Снега Замери дороги И нету Чтобы Пути Но только К тебе Не дотроги Мне очень Нужно Дойти Дойти И сказать Немного Всего лишь Несколько Слов Чтоб ты Не глядела Строго Чтоб Грела Твоя Любовь А мне Так Немного Надо Лишь только Глаза Любимый И я Из любого Ада Приду Чтоб Слышать Милый Слышать Самое сложное Самое трудное То что Подготовить Все это Дело А потом Рисовать Проклейка Грунтовка Как положить Крас Каким способом Все вот Этого Делать В принципе Если надо быть Хорошим Художником Надо много Работать Конечно Это Труд Тяжелый Труд Не просто Так Взял И Нарисовал Так Не получится Даже Копии Делаю Копию Делаю Я же не на Один В один Копию Где-то Что-то Своё Добавил Где-то Что-то Ещё Добавил 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 Добавил